Приветствую, друзья! Меня зовут Александр Шульга, и сегодня у меня в гостях Евгений Чичваркин. Евгений, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, спасибо. Простите, пожалуйста, за опоздание. Я пал жертвой украинского гостеприимства, потому что в моем же ресторане меня угощали мои давние друзья. Они дали мне заплатить. Я после долгих обниманий, обнимашек, я с вами. Простите. Ничего страшного, тем более причина уважительная. Давайте, наверное, начнем с итогов. Все-таки прошло какое-то время, можем уже, вот эта шелуха опала, немного можем сделать выводы какие-то. Относительно визита Си Цзиньпиня в Россию, оппозиционные российские политики, мы уже с ним поговорили, и в целом они охарактеризовали этот визит в целом, как привез ярлык на правление Путину. Ну, Си Цзиньпиня, да, да. И вот, мол, так уже быть, давай, на 2024 год можешь свою кандидатуру выдвигать. Хотя его никто не спрашивал, Си Цзиньпиня, но тем не менее. С другой стороны, я не без удовольствия слушал Z-патриотов. Они назвали это так более целомудренно, то, что произошло. Они назвали это «мы крышу сменили, у нас новая крыша, китайцы». Ну, то есть, они не уточняли, что крыша обычно доит того, кого она крышует, но тем не менее. А вот как бы вы охарактеризовали визит Си Цзиньпинь? Знаете, еще рано делать выводы. Вспомните звонки Макрона, вспомните встречи на высшем уровне, когда только что, по-моему, звонки и встречи, когда избрался сначала Трамп, потом Байден. Дело в том, что Путин, Владимир Владимирович, договариваясь с кем бы то ни было, когда бы то ни было, всегда кинет. И я думаю, что закончатся долгие непониманиями. Кроме того, что, безусловно, будет вестись серьезная дисконтная торговля, нет, газ, вес, электричество, все, что из недр, все будет продаваться за юани. За эти юани будут пытаться покупать также там то, что в России не могут ввести. Безусловно, торговля все это будет, это частная компания. А на большом, таком серьезном уровне, я думаю, что касается вооружения, я не думаю, что это будет. Может быть, я ошибаюсь. Я не присутствовал на встрече. Но, зная Путина, зная его феноменальную просто способность испортить отношения со всеми, потому что он обманывает. Я думаю, что здесь произойдет так же. Ну, давайте вот то, что он говорил на пресс-конференции с Си Цзиньпинем, пройдемся. Он был очень пылким, очень активным. Вот всячески приглашал... Подмахивал. Да, подмахивал и сотрудничеству всячески все будет хорошо. Что он сказал? Один из пунктов. То, что готова Российская Федерация поддержать бизнес КНР по замещении производств, те, которые ушли из-за санкций. То есть это переводим на человеческий язык. Это что, будут какие-то преференции? Будет какая-то разнарядка? Все китайцам даем полную свободу и инвест-нянь. Ну, ограничений именно формальных для торговли с Китаем было всегда достаточно много, потому что долгое время все, что производилось в Китае, было очень дешево. Поэтому то рос какой-нибудь надзор, смотря что ты везешь, таможни и прочее, если нужны какие-нибудь сертификаты, они делали все, чтобы везти было сложно. А вся одежда, которая везлась, она везлась, понятно, контрабандой, потому что у одежды еще была эта защитная пошлина, я думаю, что она сейчас и осталась. Ну и плюс это достаточно длинная логистика. Я думаю, что да, будут какие-то просто послабления. По большому счету, что им нужно? Им нужны какие-нибудь микросхемы, запчасти для ракет? И будут покупать тостеры с этой дорогой запчасти, вынимать и выставлять в С-300. Ну я думаю, что они хотят что-нибудь такое. Что еще, сказал Путин, что Россия готова поставлять и увеличить рост поставок российского продовольствия на китайский рынок. Этим может быть Россия Китаю интересна? Ну я не знаю, что у нас такого производится в России, чтобы во время тучных годов зарплаты выросли в пост высокий. Это северная сторона, где все, что сельхоз, все достаточно дорого стоит, логистика длинная, никаких супертехнологий, которые, сельхозтехнологий серьезных, они все в России были заимствованы, либо просто импортные. А посевной материал был импортный. Эти коровки и курочки в крутых фермах, они тоже все покупали в Штатах, Голландии и так далее. Я не очень себе представляю в стране, которая работает как проклятая, и где себестоимость все равно еды дешевле. Я не представляю, чем Россия может быть белыми грибами. Не знаю. Давайте предположим, что это белые грибы. И мороженое. Мороженое. В Китае нет мороженого. Хорошо. Что еще? Прозвучало, это, наверное, более глобальный вопрос. О том, что Россия в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители. То есть это было заявлено, что действительно есть этот спрос, он растет, и Россия, мол, подставит плечо. Но получается, что здесь полная ставка России на то, что будет рост, будет спрос, и тогда нужно будет энергоносители. А если не будет, то что тогда? Ну, я думаю, что как раз, несмотря на то, что Китай рос феноменально очень долго, и слушаясь заветом их реформатора 79-го года, господи, Дэн Сяопина, и Цзэпинь первый, кто не сменился, хотя должен был смениться, несмотря на это запас роста, наверное, есть какой-то большой. Китай строит много атомных станций, и Китай, насколько я понимаю, покупает электроэнергию. И, безусловно, можно построить еще станции на российской территории, атомных, и продавать энергию в Китае. Я думаю, это как раз нормально, здесь ничего удивительного, собственно, нет. В России промышленность не растет и не развита, поэтому потребности такой нет, а бессортирные села и лучинки осветят, если нужно на бересте написать донос на соседа, нацарапать. Еще что прозвучало, что параметры договора о новом газопроводе уже обсудили, но как-то без энтузиазма Цзэпинь на это отреагировал, не поддакнул, ничего. Ну вот просто поговорили о новом газопроводе. То есть мы можем говорить о том, что полный такой all-in России на Китай. Если с Китаем по каким-то причинам не будет сварена каша, то деваться, в принципе, в России уже некогда после разворота от Запада. Ну почему? Россия больше тысячи лет, еще начиная с Киевской Руси, сначала не по своей воле, а потом то по своей, то не по своей, металась между Западом и Востоком. То жесткая диктатура по азиатскому образцу, то робкие попытки некоторых царей отменить крепостное право и еще что-то, сделать, чтобы подвинуть к Европе, прорубить окно узкое и дорогое, и так далее. То есть Россия всегда мечется, да, и вот этот византийский, аппроприированный византийский орел смотрит в две стороны, это абсолютно неспроста. Всегда, всегда этот набор азиатских и европейских черцев в государстве. Сейчас, понятно, разворот идет в сторону Азии, к сожалению. А Горбачев, Ельцин и ранний Путин был, понятно, разворот в сторону Запада. История такая у нас, как качели, поэтому надеюсь, на этом повороте не всех стошнет. Вот, на этих качелях. Хотя кто-то выпадет, безусловно. В целом, по большому счету, когда все ради идеи, нет никакой личной свободы, но есть дисциплина, порядок и там, там, все, слово императора, слово божье, то это как раз то, что соответствует нынешней концепции, поэтому они нашли друг друга у ИСИ. Сейчас сразу сделаю ремарку, потому что предвижу бурю в комментариях. Вы сказали, Россия с времен Киевской Руси. Не путаем Россию и Киевскую Русь. Это очень вызывает отторжение Украины по понятным причинам. Наша история базируется на Киевской Руси, безусловно. Княжество Московское было организовано, основано князьями, которые выходцы из Киевской Руси. Да, но потом Россия уже образовалась, потом, потом, потом. Сделали эту ремарку, давайте сейчас не будем в этом ходить. Сделаем ремарку, и я говорю, что Киевская Руси, большая ее часть стала под Азией, потому что просто проиграли более организованному нашествию монголо-татар. Что-то повторяется, да, вот немножко, вот оно, через много лет. Да, к сожалению. Про ярлык направления, вот мы только начали наш разговор, ярлык направления от Си Цзиньпиня. Вы сказали о тостерах и о микросхемах, которые интересуют Россию для производства ракет. Что еще сказал Путин? Что Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области IT и искусственного интеллекта. Вот какие тут перспективы? Искусственный интеллект, я согласен. Генерал Коношенков, который озвучивает вот эти вот сводки потерь украинской армии от российского генштаба, это вот подтверждение, есть искусственный интеллект. Что касается IT, насколько Россия действительно в этом может преуспеть и предложить, что это Китай? Ну, все талантливые люди уехали, потому что побоялись. И когда Мишустин плакал, ребята, айтишники, ну что же вы? Потому что, ну, не самый джаз индустрии. Я думаю, что все, кто талантлив, будут работать где-нибудь на Западе, в финтеке, в огромных компаниях по дейтингу и прочим, 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 и в прочих фейсбуках и инстаграмах. Вот, поэтому, либо их надо всех забирать было, как в шараге, как в советское время, но они устроили, когда облавы в Москве, в прошлом сентябре, да уехали даже те, кто не собирался уехать. Поэтому нет, я думаю, что здесь, к сожалению, ничего кроме недр Россия предложить не сможет. Китаю, и Китай это абсолютно устраивает, так как они, эти недра, получают с большой скидкой. Я думаю, что это и будет основой отношений. Наши выкапывают, те дают полцены, потому что все под самцами. Вот, я думаю, что это основная формула отношений, все остальное бла-бла-бла-бла-бла. Общие какие-то предприятия заинтересован Китай открывать на территории России? Или только недра? Этого я не знаю. Я не знаю, что они могут сейчас предложить, но опять-таки, может быть, общее предприятие по выкачке недр. Россия нечего предложить, к сожалению. Те тучные годы, все эти деньги были разворованы, просто просраны, не туда потрачены, сожжены на неэффективности, на коррупции и дожигаются на войне. Про войну сейчас поговорим и про деньги, и про Мишустина. Но вот еще вопрос, что еще сказал Путин, уже вот заканчивая свое выступление, вот этими важными пунктами, которые прозвучали. Прозвучал там пункт о совместном хозяйственном освоении Дальнего Востока. Вот, ну, справедливо говорят, что не вчера это освоение началось, совместное Россия и Китая, Дальнего Востока освоение. Но может ли это превратиться вот в свете новых обстоятельств и новой крыши России, ну, по сути, в поглощение этих территорий, пусть де-факто, пусть без китайского флага, который над ними реет. И готов ли Путин обменять Дальний Восток вот на такое де-факто поглощение Китая, на то, чтобы Китай реально поддержал его в войне против Украины? Я не думаю, что Путин готов отдать какие-то земли, вот, и я думаю, что вот это совместное использование закончится просто обманом со стороны России, вот, потому что я уверен, что точно они видят это по-разному. Путин один раз уже в 2004-м отдал остров, я опять забыл прогуглить, как этот остров называется, но вы это можете сделать, остров, который находится на реке Амур. Ну, там на реке, много островов, там река несколько раз меняла течение, есть большой остров, и один раз отдали в 1969-м, не захотели отдавать, Даманский, и там было кровавое столкновение между армией СССР и Китая, с пытками, с какими-то нечеловеческими смертями. А этот самый остров Путин отдал по старому договору, ну, в 2004-м отдал он. И в целом Путину относятся очень плохо в Хабаровске, в Хабаровском крае, и поэтому отдали, по сути, Фургалу, который относительно протестный был губернатор. Вот. Очень ревностно и плохо относятся к китайскому влиянию, поэтому это может серьезно подорвать рейтинг Путина, поэтому, наверное, оно не будет больше дальше, чем какой-то уровень, когда все должны будут так или иначе контролировать ФСБ. Конечно. Вот. Я не думаю, что что-то позволит под серьезное влияние передать, потому что рейтинг порушится немедленно. Он и так выкашенный, выкашенная тайга рубит Путин рейтинг, это там запрещено везде показывать, а в этом писать и так далее. Вот. Поэтому это вот эти как раз те самые взят паблики, они могут разогнать большую бучу, если вдруг это окажется в каком-то моменте, что вход только для китайцев на ту или иную территорию. Вот. Я не думаю, что Путин, я думаю, что Путин это понимает и не допустит этого. Но я могу ошибаться, я там давно не был, в последний раз в 2008 году. Мне не понравилось. Людям там плохо. Люди живут одной единственной мыслью, как и когда оттуда свалить. На тот момент в основном там Москва, Питер и либо свалить совсем. Вот. Это с этим рождаются, с этим живут. И это проект, если не жизни, то полужизни. Свалить оттуда. Теперь давайте о Мишустине поговорим. Вот только что буквально отчитался перед Госдумой премьер Мишустин о работе правительства за год. Главные тезисы такие, что Россия уверенно прошла через, как он назвал, санкционный шторм. Не удалось подлому Западу повалить экономику, сохранили качество жизни, нарастили производство. Ваша оценка. Уверенно прошла этот год Россия, первый год полномасштабной войны? Из-за напечатанного огромного количества денег в ковид было понятно, что рано или поздно, когда экономика вернется в свою такую полноразмерность, все эти деньги вызовут инфляцию. И все подорожают реальные продукты. То есть еда и недра. Недр в России много. И как обычно реагируется на нефть и газ, если в регионах, возьмем войну в Ираке, или возможность смены власти в Венесуэле, или протесты в Иране. Сразу реагируется на нефть. Устроив эту войну и устроив, по сути, газовый и нефтяной шантаж, цены выросли настолько, что прошлым летом выручка за нефть и газ была абсолютно феноменальной, рекордной, которой никогда близко не было. Несмотря на то, что объем газа в Европу сокращался, и сокращался достаточно уверенно, пока они не были еще готовы совсем отключить, они успели накопить себе сверхдоходов, типа 80 миллиардов и так далее. С точки зрения кэшфлоу, уверенно, с точки зрения будущего, будущего абсолютно никакого нет, кроме продажи нет. А газовый шантаж полностью развалился. Газ стоит как 10 лет назад, то есть, по-моему, от летних цен в 6 раз ниже. Вот, нефть пока держится, надо отдать должное. Опять-таки, если тайный российский флот, а скрытый флот, говорят, что это где-то 400 танкеров, начнут арестовывать и пришвартовывать, то опять именно этот фактор вызовет стоимость нефти, поднимет стоимость нефти. Потолок, да, Гуриев говорит, потолок работает, я верю Гуриеву, но потолок все равно позволяет зарабатывать. Вот, если произойдет ситуация на рынке, что рыночная цена упадет там 50 и ниже, и тогда у России останется приблизительно себестоимость этой нефти, и не будет на нацпроект уничтожения соседней страны денег, то тогда им нужно будет либо допечатывать, либо находить какие-то иные резервы для того, чтобы продолжать ту жизнь, к которой привыкли. Либо дальше выжимать из-за и так обезжиренной провинции, либо поднимать налоги, либо, скорее всего, допечатывать деньги, рубли против валютной выручки, чтобы не поднимая зарплаты, пенсии и так далее. Вот, так или иначе, это и произойдет так или иначе, там другого пути нет, но, безусловно, могут какие-то всплески быть еще ценовые из-за войны, которую они же организовали. То есть расчет был, надо сказать, очень циничный, мерзкий, но достаточно прагматичный. Мы сейчас всех напугаем, цены взлетят, и мы же на этом срубим больше всего. И так как они думали, что война будет гораздо короче, я не думаю, что они всерьез говорили про три дня. Но, во всяком случае, до лета, с точки зрения именно кэшфлоу, у них шло все очень хорошо. А потом все пошло не совсем гладко, благодаря, в том числе, украинской дипломатике. Да, ну и вооруженным силам Украины. Но что касается войны... А вооруженные силы Украины были снабжены хорошим вооружением, и, понятно, недостаточно тоже благодаря силам дипломатии. Нынешняя война все-таки это очень хорошее вооружение, снаряды. Кроме какой бы у тебя ни был бы дух, какой бы у тебя ни был настрой, современные танки, которые сейчас поступают, БТР, скорые помощи, которые всем миром все собирают, они крайне важны, и без них было бы крайне тяжело провести вот эти три наступления. И это тоже, кроме побед, безусловно, войны украинские – это абсолютные киборги. Но дипломатия обеспечивает вооружение так, как не думали, что получится. Будем предельно честны. И надо всем сказать спасибо и гражданскому обществу, в том числе мировому обществу, в том числе неукраинскому обществу, которое собирает, всем миром собирают и медицину, и вооружение, и гуманитарку и прочее. То есть это, опять-таки, если бы руководство страны повело себя по-другому, сбежало бы или начало бы тысячу раз менять переговорную позицию, переговариваясь с Путиным, то этого ничего бы, вероятно, не было бы. Да, война – это логистика. С другой стороны, мы помним пример афганской армии, которую тренировали, снабжали и так далее. А когда Талибан пошел, американцы вышли, все побежали. Но давайте про войну. Опять же, война – это очень дорого. Это не только причина санкций антироссийских, но и это действительно дорого. Вот насколько экономика может выдержать давление войны, насколько долго? Российская? Да, да, конечно. Я думаю, что еще годы, к сожалению. Запас прочности был достаточно серьезный. Ну, нефть стоит, ну, сколько она там, 75. Вот со всеми скидками всевозможными, с потолками, ну, 50 с чем-то. Но это уже все равно выше, чем себестоимость. Еще раз, танкеры под греческими флагами, под флагами странных стран, которые не каждый покажет на карте. А под нормальными флагами, где российская нефть 95% и 5% какой-то другой, где они миксуют, и она уже не под санкцию. Это все ездит, продается, как в последний день. Они в целом тоже находчивые гады. И это их бабки. И они кто наживается, кто ворует, кто собирает тоже, как в последний день. ВПК, да, военно-промышленный комплекс, может стать драйвером экономики российской? Ну, вот так ее, как Мюнхгаузен, сам себя, да, поднял из болота за макушку, за волосы. Вот, например, Медведев, всеми любимых, он опять чего-то там принял и пообещал сегодня 1500 танков произвести в 2023 году. Знаете, если этими танками захвачена территория, где суперзаводы, верфи, порты, не знаю, и в том числе ископаемые, то да, это выгодное вложение. А если эти танки остались дымиться и ржаветь, потому что маленькой миной феноменально ЗСУ попало ровно в то место, где хранится боекомплект, то это чистый расход. Что еще пообещал Мишустин? Социалку. Традиционно, что можно обещать. Да, вот по поводу социалки, не дадим, мол, упасть уровню жизни людей, будет социалка поддержана, и это то, в принципе, о чем говорил Путин в своем выступлении 21 февраля, в послании Федеральному собранию. Он говорил, что не будет так, что пушки вместо масла, да, вспоминая вот это известное немецкое выражение, да, канонный штат Бута, но мы знаем, что то, что говорит Путин, оно, как правило, наоборот. Врут. Врут, да, почему, почему? Ну, потому что социалку можно подрезать, ничего страшного не будет, никто бунтовать не будет. В стране, которая стремительно движется к тоталитаризму, тоталитаризм уже пришел во многие школы, тоталитаризм пришел к владельцам очень больших и важных предприятий, ты уже не можешь, ну, то есть, есть позиции, где ты не можешь низиговать уже, да, ну, если ты школьник старших классов, то ты пишешь картинку за мир, и тебя просто отправляют в реальную просто тюрьму. Народ может отправлять на войну в эту мясорубку, и можно дальше грабить, выжимать все, что угодно, они безропотно, до какого-то момента еще будут это все проглатывать. До какого момента? Вот это интересно, этот момент. А вот будет ЗСУ в Мелитополе? И тогда их спросят, а за что убили наших мальчиков? Ну, лады, лады, гробовые, социальные льготы. Так ладу одну отдали, сняли это, их же не выдают так. Шубы. Никто никаких ладов не выдаёт, шубы сняли, сфотографировали и забрали шубы. Вот, вероятно, можно было бы вернуть эту шубу себе за взятку, но, может быть, у них не было денег или они не догадались. То есть это же все показуха, это все, чтобы успокоить других. А всем остальным мы сказали, мы вам все заплатим, сейчас чуть-чуть еще подождите, сейчас подождите, все чуть-чуть заплатим. Главное, нигде не высказывайте, ничего не говорите, мы вам все заплатим. Все вот, а другому говорит, нет, он не погиб, он пропал в бизнесе, скорее всего, плену, поэтому вам пока ничего не положено, как будет документ о том, что вы погиб, мы вам все заплатим. И вот в этом ожидании сейчас, я думаю, что 100 тысяч человек. Они же платят, это плохо, мало, и не все. Они кидают, кидают и будут дальше кидать. И это все сходит с рук, поэтому кидать можно. Вот, кстати, про социалку, вот вы уже начали, по поводу участников боевых действий против Украины. Им посмеют тоже срезать социалку? Ведь Путин там, ну, он обещал, мы будем поддерживать участников так называемого СВО, по сути войны, или их тоже будут бросать, кидать, или же они будут такой отдельной кастой. Вот им будем в полном объеме выплачивать, а остальным не в полном. Я думаю, что выжившим будут платить в полном. Ну, это не путинский режим, это не про выплату в полном объеме и вовремя. Вот, это он больше про обещание. У него среди российской оппозиции кличка долгое время была обещалки. Вот, ну, она была мягкой, сейчас, понятно, это слишком мягко для него. Вот, поэтому, безусловно, если человек выжил, остался, у него есть какой-то волос, ну, какое-то время будут платить. Потом будет потихонечку находить способы, как не платить. Потому что уже был отчет, что вот вернулись первые, кто на полгода воевал, им выплатили какие-то деньги, и они вызвали, типа, продуктовую инфляцию, потому что они тратили и бухали на Новый год. Уже был, я где-то это читал, я подумал, интересно, быстро же они осознали. Вот, нет, они постараются, чтобы никому ничего не платить. Россия выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году. Это не я говорю, это говорит Мишуевский. Полное вранье, полное вранье. Вообще, этого точно не может быть и не будет. Ну, абсолютно. Влажная фантазия. Если включить западные СМИ, там, немецкие, швейцарские особенно, да и французские, все новости у них начинаются, ну, большинство, если не случилось чего-то экстраординарного, с экономики. Вот они эти проценты, вот они эти доли процентов, они обсусоливают, обсуждают. Правильно. И учится за этим следит. В России, вот, почему за этим не следят? Почему нету этой связи между экономикой, бюджетом и тем, что это вот тебе зависит? Ты налогоплательщик, ты живешь в этой стране, это на тебя влияет. Ну, царь скажет всем раздать деньги, раздадут. Скажет на войну, все пойдут на войну. Как они скажут, так и будет. У нас причина следственной связи давно разорвана. Между, ну, системный либерал Кудрин, в моем с ним дружеском очень общении в 2006 году, говорит, ну, если же налоги снизить, это же не вызывает их собираемость. Ты снижаешь налоги, ты просто меньше соберешь денег. Это системный либерал. Вот. А все, кто пришел дальше, все были хуже. У него хотя бы было свое мнение, хоть и не вера. В этом случае ошибочное. Он, наверное, многое сделал для стабилизации системы в итоге финансово. Вот. Это никак не связано. Ну, плюс, понятно, после ковида был инфляционный скачок. Сейчас растут ставки государственных банков. Вот сегодня 4, по-моему, 25 сделали в Великобритании. Убьют ипотеку, подрубят некоторые банки этим самым. Да, безусловно, людей это очень беспокоит. Это нормально. Это так, это естественно, это как и должно быть. Война – это неестественно. Эти новости всех шокируют. И они продолжают, естественно, люди. У человека нет опыта собственной смерти, поэтому он не может насмотреться на чужую. И, да, это всегда большой спрос. А экономика – это твоя поседневная жизнь, которая в целом из-за ковидных вертолетных денег стала гораздо хуже и тяжелее. Бизнесы страдают. Понятно, что растут зарплаты. Наши рост зарплаты убил там значимую часть прибыли. Это не здорово. Вот, ну, мы, компания человеческая, мы деньги подняли, но все это не классно влияет на финансовые показатели. Вообще, да. Да, и плюс, очень долго все привыкли, что деньги в доступе за 0 рублей 0 копеек. Год назад можно было взять ссуду в банке под стандартное жилье за… Если ты британец и на хорошем контракте, чистый, белый, пушистый, то это было 1,27 можно было взять ипотеку. Если ты иностранец с непонятным происхождением, то где-то на процент больше. А теперь это 6 практически, 5,5. Вот, и это все достаточно бьет по карману, потому что привыкли уже, что проценты малюсенькие. И подписал контракт, проработал полгода-год, можешь выезжать в новую квартиру, даже если она дорогая. Почему подорожало так? Это не только ковид, но и война России против Украины? Или что это? Ковид вызвал вдруг, из-за того, что страны стали лучше жить, лучше экономикой, они решили закрыть экономику, чего не было уже очень давно, потому что такой же страшный грипп. 20 лет назад экономику бы не закрыли. Но здесь подумали, что ну вот у нас же хватит сил, давайте будем более социальными. Экономику закрыли, а чтобы тогда должны были все биржи, все должно быть рухнуть просто. И чтобы они не рухнули, они допечатали денег и раздали эти деньги. Раздали деньги, не обеспеченные ВВП, не обеспеченные GDP. И когда экономика вернулась на круги своя, то произошел отсроченный инфляционный скачок. И цены поднялись на реальные, на то, что можно потрогать. То есть как нефть, газ и прочее, так и соответственно просто еда, там соя, пшеница, сахар, рыба подорожала, потому что там нефть и зарплаты и прочее, чтобы достать эту рыбу. И они поняли, чтобы сбить инфляцию, нам нужно поднять ставку рефинансирования банков, чтобы люди перестали покупать недвижимость, были очень аккуратны, ну, чтобы поднять там стоимость денег. И действительно инфляцию сбили, причем сбили быстро, жестко, но некоторые банки уйдут в небытие, и чтобы их спасти, они опять печатают деньги и так далее. Ну, вот это как про секс и прыщи, бесконечный круговер. Вот, по большому счету, как пыталась Украина, как пытался Дубай, нужно было не закрывать экономику, продолжать работать как можно дольше. Безусловно, здоровье человека это очень важно, но никаких локдаунов после придумки вакцины просто не должно было, уже не могло быть точно. А по большому счету, вообще это было, нужно было делать на усмотрение частных компаний. Во мне говорит либертарианец сейчас. Вот. И тогда бы, если надо было бы напечатывать деньги, то на условную скорую помощь и на поддержание медицинского сектора, когда первая большая неприятная волна была ковида. Вот. И это бы обошлись бы, по сути, малой кровью. Но эффект решили растянуть удовольствие в таких кавычках, я скажу. Вот. И получили инфляционную волну. Ну, действительно, вот вы сейчас говорите о ковиде, о тех ограничениях. Знаете, вот у нас же есть такая шутка, что делает украинец, когда видит маску, да, случайно находит маску медицинскую. Он мечтательно улыбается, поправляя бронежилет. Да, да, я знаю эту мрачную шутку. Это, кстати, не шутка. Знаете, вот напоследок еще такое, знаете, обычно в новостях, в выпусках новостей телевизионных там... И о погоде. Да, и о погоде. Нет, а перед этим в зоопарке родилась пандочка. Необычного розового цвета, да. Потому что медведи больше не рождаются, теперь рождаются в России только пандочки. И медведевы, и медведевы. Вот про медведева хотел сказать. Очередной его опус, где он там угрожал в этот раз ГАГскому суду, что у нас есть гиперзвуковые ракеты, и они могут прилететь по ГАГскому суду. Ну, обычно никто на это не реагирует, но вот Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путин, отреагировал. И назвали угрозы медведева попыткой помешать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом. Это не о вывозе детей украинских, а по сути их похищении. И в чем, собственно, признался Путин с этой Львовой Беловой. Ну вот, как вам реакция? Испанский стыд? Или ничего страшного? Что это такое? Я до этой войны вообще ни одного плохого слова про медведева не сказал, учитывая его роль в нашем практически спасении. Но сейчас, судя по всему, человек глубоко болен просто. Это не стыд, что он занимает такую должность. Несет он полную ускорение просто о колесике. Он решил окончательно, раньше он там точно, видимо, они играли в либерала хорошего и плохого полицея, вот сейчас он решил идти во все тяжкие, либо, ну, его, я думаю, что он хотел быть частью западной культуры, и он реально хотел Россию, чтобы занималась торговлей, у него не было никакой кровожадности ноль, когда мы тогда общались в 2008. Но, да, что-то, что-то произошло, серьезный психический сбой. По большому счету, в России он дееспособный, по большому счету, человек в таком состоянии не должен быть дееспособным. Просто, когда человек говорит, что я Наполеон, и ему просто успокаивает, включает тихую, спокойную музыку, если он не хватает, заставлю кровать не привязывают, дает какое-то мягкое, успокоительное просто. На 0,25 поднимают дозу, может быть, на неделечку, чтобы... Галлоперидола. Хотел уточнить, Евгений, а вы в 2008 году не видели в нем кровожадность? Это было до августа 2008-го, до нападения на Грузии полномасштабного или после? И до, и после. И после? И после. Но после это не его была идея. Это была не его, она ему абсолютно не нравилась. Это было абсолютно видно навстречу. Ему это вот прям вообще... Вот он хотел в белых перчатках, в белых пальто и показать, что... Он хотел запомниться как человек, который принесет спокойствие, благополучие в России. И действительно, 13-й год самый жирный за всю историю. Вот. Он именно этого хотел, чтобы... Понятно, что очень многое решал Путин, но у него были, безусловно, тоже прям какие-то серьезные рычаги в руках какое-то время. Вот. И он хотел именно оставить о себе, о своем замещении, странном правлении именно как такое время процветания. Отчасти, в небольшой части это получилось. Вот. Грузия, понятно, что это чекисты, это не они. Но надо сказать, как они испугались американского корабля тогда. Несколько дней и все закончилось. То есть Россия может очень быстро заканчивать войны. Например, реакция ОДКБ, когда сменялась власть в Казахстане. Три дня и потом тот же ЦИС сказал, знаете, вообще Казахстан это территория нашего экономического интереса. Давайте из своих этих чертей в камуфляже забирайте нахер отсюда. Вот. Три дня всех собрали и отправили домой. Когда Такаев очень прям классическая азиатская хитрость, как он между двух сил смог оттолкнуться там от двух больших сил и подняться и зайти на престол. Хитроумный оказался. Планировал, готовился, сдал. Возвращаясь к Медведеву, ну и наверное напоследок, есть анекдот, что хотел мужик заработать и заработал, вот хотел запомниться Медведев и запомнился. Вряд ли он запомнится именно так, но тем не менее, после всего того, что он уже наговорил, Евгений, спасибо вам большое за этот интереснейший разговор. Евгений Чичваркин, да-да. Можно я дверь скажу? Во-первых, это время феноменальное по количеству испорченных микрологов, просто запредельное. Когда человек всю жизнь жил прилично, там, снимал фильмы, говорил и прочее, и в конце вдруг зиганул, это полный мрак. Вот, это, конечно, старость беспомощная, неопрятная, это, к сожалению, формула для многих, в том числе, он не старый человек, но так или иначе, вот, он себе поставил просто жирную точку в всем, что он попытался сделать нормального в России. и да, безусловно, Киевская Русь и Московия не имеют ничего общего, кроме того, что язык один вышел из другого, по факту, вот, и совершенно другое, другое психология, другое отношение к праву, другое отношение к свободе, очень много другого, вот, хорошо в Киевской Руси, и я очень хочу, чтобы Киевская Русь, да, та красивая, свободная, прозападная модель государства, которая занималась торговлей и образованием, где равные были права мужчин и женщин, я очень хочу, чтобы вестернизация, которая в Украине началась, она продолжилась, и в какой-то момент украинское общество задало бы еще очень важный вопрос про коррупцию, и после победы, или даже не дожидаясь победы, принялось за вот этого именно советского змея, который внутри сидит, вот, который тоже очень опасный, очень тяжелый и очень сильный враг, вот. Будем давить советского змея, и в принципе вестернизация это и есть по сути борьба с коррупцией, одно вытекает из другого. Евгений, спасибо большое за этот интересный разговор, Евгений Чичваркин, друзья, был с нами, надеюсь, вам понравилось, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на фабрику новостей, меня зовут Александр Шульга, дальше больше. Редактор субтитров А.Семкин